Вот как обещали, как говорится, не прошло и трех секунд, да, и мы встретились. Всем добрый день. Добрый день. Есть повод у нас, и сейчас девушки его озвучат. У нас очень такой важный повод, у нас получился какой-то матч-реванш в данном случае, да, наверное, так можно назвать. А, извините, конечно, мне вчера подписчик какой-то написал, слишком много шуток, поэтому в этот раз без шуток. Предлагаю предысторию озвучить для тех, кто не видел и не слышал вчерашней рубрики «Накипело» из Усть-Камчатска. Давай напомним, что там произошло. Напомним. Наш подписчик прислал нам в предложку в телеграм-канале масс-медиа Камчатка информацию о том, что директор второй школы Усть-Камчатска собирается закупать рыбу. Ментай. При этом все рыбоперерабатывающие предприятия Усть-Камчатского района настолько социально ответственны, что снабжают все социальные объекты рыбой любого вида, будь то белорыбец или красный, причем красный, это не только горбуши, но это кита, нерка. Все люди получали. Дети питались в школах и в детских садах. Бесплатно. Но тут директор решила закупить рыбу. Мы об этом сообщили вчера в программе «Накипело» в нашей рубрике. И, что неудивительно, Ишутина Юлия Паловна, директор этой второй школы, отписалась. Сейчас цитирую. И действительно накипело. На каком основании вы даете ложную и непроверенную информацию за истину, еще додумываете и фальсифицируете факты. Обязательно напишу официальный запрос о клевете в адрес вашей организации. И подписалась. Мы, конечно... Начали перепроверять еще раз. Уже проверенную информацию, но... Настя, давай будем честны. На самом деле масс-медиа единственная СМИ в нашем регионе, мне кажется, которая спокойно говорит о действиях, которые совершают чиновники различных рангов. И там были подписчики, которые, мол, на старуху бывает проруха, масс-медиа прокололись на горячем и так далее. Вот вы серьезно считаете, что масс-медиа, воюя с министрами, которые проворовались где только могли, которые пишут материалы о председателях, ну, зампредседателя правительства Камчатского края, призывают колокольцева. На наших материалах потом возбуждают уголовные дела различных уровней. Мэр Потапов не даст соврать, правда? Вот его зам Васькин тоже там сейчас сидит и кивает. Да, девочки не врут. И вот мы каждый раз настолько досконально проверяем эту информацию... И перепроверяем. Да, что комар носа не подточит, потому что в противном случае мы бы сидели где-нибудь рядом с Васькиным и Потаповым. Наша принципиальная позиция — говорить только то, в чем мы уверены. В данном случае мы тоже были уверены в ту информацию, которую мы предоставили вам на суд. Пообсуждали, решили, что это абсурдно. И как это неудивительно, Ишутина Юлия Павловна после того, как поняла, что мы не отступим и будем до конца говорить о том, что она сделала, изменила свое сообщение. Да, там же видно в Телеграме, когда... И к большому стыду, наверное, Юлия Павловна, которая не смогла признать своей неправоты в данной ситуации, она написала. В ваш адрес поступила недостоверная информация. Все закупки учреждения размещены на соответствующем сайте. Информация по закупке рыбной продукции школа номер 2 Усть-Камчатска не размещалась и не объявлялась. Удивительное дело, Юлия Павловна, в такой большой стране очень много людей, которые любят говорить правду. В том числе и сотрудник, скажем так, управления образования Усть-Камчатского района, который рассказал сегодня о том, что счет был предоставлен. Он и стал тем камнем преткновения, который обсуждался на совещании, и Бондаренко из-за этого был в недоумении. И сумму этого счета мы уже назвали. И так далее, и тому подобное. Еще одно движение, мне кажется, в этом направлении, Юлия Павловна, и мы покажем это все зрителям. Причем, я знаю, что она не приезжая, она знает, в курсе, что рыбу им поставляют. В управлении образования тоже не рада всему этому. Сейчас там проходит своя внутренняя проверка, я думаю, пока там никто ничего комментировать нам официально не будет. Им же нужно разобраться, была ли закупка до того, как, может быть, Юлия Павловна решила совсем по-новому мести. Вопрос, зачем, конечно же, не отпускает меня, для чего? Самое забавное, что рыба, ментай, должна была закупаться также на Усть-Камчатском предприятии сейчас. Закупаться, та, которую дают обычно бесплатно. Мы не понимаем логики этих действий. Мы хотим, конечно, объяснений. Я сегодня даже позвонила Бондаренко, руководитель Усть-Камчатского района, но он недоступен. Ходят слухи, что в дороге сейчас как раз возвращается к себе на район, наверное, будет разговаривать. В общем, судя по всему, Юлия Павловна уже получила нагоняй, поняла, что была неправа, погорячилась, изменила свое сообщение. Даже не удалила, изменила какая-то глупость, простите. В общем, Юлия Павловна, мы ждем от вас извинений за обвинение в клевете. В противном случае мы идем дальше и публикуем в дальнейшем все материалы, которые соберем по этому поводу. Вам не отвертеться, уважаемые подписчики, не смейте сомневаться. Мы с Анастасией Островской сделаем все для того, чтобы информация, как и прежде, была только проверенная, тысячу раз достоверная и важная для вас. Если у вас есть информация, о которой мы должны знать, всегда наша предложка открыта в любое время дня и ночи в нашем телеграм-канале масс-медиа Камчатка. Если зайти в описание канала, там прямая ссылочка на нашу предложку. Все присылайте, мы, конечно же, все проверим, перепроверим, еще раз перепроверим, и тогда уже только у нас у зрителей будем выдавать. И при этом не бойтесь, мы всегда бдим анонимность того человека, который нам прислал информацию, если он об этом просит. И только суд, наш самый гуманный суд в мире, может нас заставить рассказать об источнике, и то не всегда. И поэтому слушайте нас, доверяйте нам, потому что та информация, которую мы произносим, она всегда достоверна. Вот, например, вспомнила сейчас депутат Законодательного собрания Анатолий Кирносенко. Когда к нему пришла информация о том, что его помощник и представитель молодежного парламента Попов, а имя вылетело из головы, неважно, сейчас имя Попов, мошенник и подделывает жилищные сертификаты, он до последнего защищал его, сомневаясь в том, что мы говорим правду. Ну, на чистую воду все-таки вывели наши правоохранители и рассказали всей Камчатке о том, что творил наш Ельзовский, очень знаменитый тренер, так любимый родителями, с такой хорошей-хорошей репутацией где-то в прошлом. Да, товарищ Попов, такой неловкий момент. В общем, мы на связи, как-то мы так притухли к концу. В общем, на связи. Юлия Павловна, вам огромный привет, ждем ваших извинений за обвинения в клевете. Всех остальных опять-таки призываем. Если у вас есть истории, о которых мы должны рассказать, напишите нам.